В Ивано-Франковске местные власти решили ликвидировать все поликлиники в городе. Уже начали работать специальные комиссии. Собираются ли создавать что-то взамен и где теперь будут лечить? Узнавали наши корреспонденты. Эта неделя для работников второй поликлиники Ивано-Франковска началась с шокирующей новости. Выяснилось, что их медучреждения собираются ликвидировать. На данный момент есть створена комиссия по припинению заклада. Есть глава комиссии, члены комиссии, которые начинают обработать все документы, работают с отделом кадра, с бухгалтерией, то есть готовятся документации. Ликвидационная комиссия уже работает и в остальных поликлиниках города. Всего в Ивано-Франковске их шесть. Инициатором стал Горсовет. Соответствующее решение было принято на последней сессии. Чиновники уверяют, все в рамках медреформы. Вместо поликлиник собираются создать единое коммунальное учреждение. Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи. Нужно максимально делать такие структуры, которые были бы мобильные, которые могли бы концентрувать деньги, которые бы уменьшили административных работников, а также сохраняя все лекарские посадки. А поликлиники добавляют чиновники и дальше будут работать, уже как структурное подразделение нового центра. Медики не верят. Считают, что такая реорганизация повлечет за собой массовое увольнение. На данный час, где-то были побоевания на рахунок, кто-то может быть извинен из работы. И в таком плане. Сокращений не будет, заверяют чиновники. По крайней мере, сейчас. Но окончательное решение все же за Министерством здравоохранения. В реформе, которую начали в городе, представители профсоюза медработников видят определенные риски. Какие именно, комментировать официально пока не хотят. Но не на камеру все же рассказывают. Скорее всего, власти затеяли реорганизацию, чтобы аккумулировать все средства в одном учреждении. И не исключают возможного появления коррупционных схем. Инвентаризация в поликлиниках продлится до конца июля. После этого официально будет создан новый орган и избран его руководитель. Полина Спасенко, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковск.